1 марта – день создания Ассамблеи народа Казахстана, благодаря которой в нашей стране, в мире и согласии проживает больше сотни этносов. В 2016 году первый президент Республики Нурсултан Назарбаев объявил 1 марта Днем Благодарности. Кому и за что должны быть благодарны люди, проживающие на территории страны, расскажет Илья Кудряков. Политические репрессии и депортации. В нашу страну депортировали целые этносы. В начале 20 века в Казахстан прибыло больше миллиона человек из Белоруссии, России и Украины. В 1930-е годы в ходе коллективизации сюда сослали 250 тысяч раскулаченных крестьян. И еще больше миллиона человек приехали возводить промышленные объекты. Конечно, и сами казахи были небогаты, но и оставить прибывших на произвол судьбы они не могли. В итоге все смогли достойно разместиться на территории нашей страны. В первую очередь пострадали, конечно, корейцы Дальнего Востока, немцы с Поволжья, кавказские народы, которые буквально рощерком пера были выселены со своих исторических мест, с их родины, в далекий Казахстан, подальше, скажем так, от центра. И казахская земля стала родиной для многих этих народов, второй родиной. А, конечно, уже их дети, равных, они уже стали, конечно, стала первой родиной. Именно в такой ситуации оказались предки Алексея Хана. Осенью 1937 года его прабабушку и прадедушку вместе с детьми депортировали с Дальнего Востока. Около месяца они находились в пути и понятия не имели, что их ждет дальше и где именно они окажутся. Но вот остановка, выгрузка и свобода действий. Да вот только что именно делать, предки Алексея понятия не имели. Несколько дней они провели на станции вокзала, а затем их попросили уйти. Пришлось строить землянки в чистом поле. Все это заметили жители Акмолинской области и, конечно же, не смогли бросить переселенцев на произвол судьбы. Когда местные жители заметили, что появились еще жители, переселенцы, они начали приносить одежду теплую, еду и какие-то дрова, чтобы согреться. На зиму детей, моих бабушек, дедушку забирали по разным семьям местных жителей, казахи. За эту зиму они нашли общий язык с местным населением, и их местные жители их очень хорошо поддержали. Они выжили благодаря местному населению. Семья Надежды Рейтенбах те времена вспоминает с печалью. В начале Великой Отечественной войны всех немцев объявили врагами государства, хотя некоторые ничего не сделали. Рейтенбахов выгнали с родной земли и переселили в Казахстан. Даже дорога далась им очень трудно, несмотря уже на размещение на месте. Приехали они на эти новые места. Зима, конечно, отношение местного населения сначала было настороженным. Присматривались все семьи большие у немцев. Зима, холод, голод. И местное население было в тяжелых условиях. Но вот я благодарна всему казахстанскому народу и нашим родителям, что они все-таки в таких трудных условиях смогли как-то поддержать друг друга и трудиться и работать. И таких примеров можно привести сотни и тысячи. День благодарности – праздник, который появился относительно недавно, но значение его очень велико. Главный посыл – помнить свою историю, чтить предков и быть благодарным за то, что имеешь. Илья Кудряков, Анатолий Белонок, Служба новостей. Вот уже пять лет Казахстан встречает весну днем благодарности. Отметили его и полицейские области. Кому сегодня говорят спасибо – люди в погонах. Смотрите в материале пресс-службы областного департамента. Замечательный танец весны, подготовленный детьми сотрудников, открыл торжественное мероприятие. Глава ведомства Марат Тулебаев напомнил собравшимся об истории праздника. Рассказал, почему он имеет особое значение для стражей порядка. Мы гордимся, что наша область является одной из самых многонациональных в республике. В том, что сегодня на нашей земле мир и согласие, несомненно, большая заслуга всех североказахстанцев. В нашем департаменте в дружбе и согласии трудятся в обухах более 20 национальностей. И среди них представители практически всех народов, депортированных в Северный Казахстан. Дедушка и бабушка майора полиции Сергея Трайлина, этнические немцы, были призваны в трудовую армию в 1941 году. После окончания Великой Отечественной войны, дедушка и бабушка были депортированы в Северный Казахстанскую область, село Боголюбово, где они проживали в дальнейшем. В 1958 году родился мой отец, так что я уже являюсь жителем Северного Казахстана во втором поколении. Теперь у меня тоже есть дети, они уже в третьем поколении. В руках Сергея Трайлина благодарственное письмо. Во время последнего Бурана он вместе с другими сотрудниками вызволял из снежного плена беременную женщину с двумя детьми. Погодные испытания дало полицейским повод еще раз поощрить людей, которые приходят на помощь во время поисковых и спасательных операций. Награждены Андрей Бутко, директор ТО «Салюта Каинского района», Александр Митринский, механизатор фермерского хозяйства «Заря», Явлинского сельского округа, Куаныш Мамбетов, менеджер ТО «Таинша Агро». А вместе с начальником отдела криминальной полиции Ясильского района поощрен житель села Берлег-Абзал с адвокасов. 23 февраля, после часа напряженных поисков, именно они нашли потерявшихся в Буране юных земляков, двух братьев 7 и 17 лет. Ну, когда я услышал, что пропали ребята наши с нашей деревни, я сразу подумал, может, помощь пригодится какая-нибудь. Мы в паре были с майором полиции Айганов Мурапек, он начальник отдела, по-моему, уголовного розыска Ясильского РОВД. Одному выезжать это вообще было как-то нереально, потому что там видимость была максимум 15 метров, можно сказать. Среди других награжденных – ветераны органов внутренних дел, вносящие вклад в патриотическое воспитание сотрудников и представители Североказахстанского филиала Ассамблеи народа Казахстана, укрепляющие единство общества. Полицейские ценят усилия каждого человека, направленные на поддержание правопорядка и благополучия. Сегодня им адресованы слова благодарности и концертные номера, подготовленные культурным центром Департамента полиции. Тамерланд Лиубай, представитель пресс-службы Департамента полиции.